До сих пор не понимаю, рожаю я или нет А потому что ты появилась Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами утро начинаем из моей ванной Я подключилась, чтобы рассказать вам про парочку средств, которыми я сейчас пользуюсь и которые мне очень сильно нравятся В общем, первое, что я намазала себе на лицо, вы могли это уже видеть, это маска от Clorans Cryo Flash Cream Mask Это недавняя их новинка, наверное, многие слышали про эту маску В общем, я ее попробовала как-то раз в пробнике, мне подарили при покупке там чего-то И мне она так понравилась, и я ее весь декабрь хотела купить Но, видимо, на волне популярности какой-то или, не знаю почему, или то, что все покупали подарки Короче, ее нигде не было в наличии, а конкретно там в золотом яблоке, потому что у них хорошие обычно скидки И я не могла ее себе заказать И тут, наконец-то, после праздников у меня появилась эта возможность И теперь у меня есть полноразмерная версия этой маски И, собственно, сегодня я ее уже нанесла Что мне очень понравилось, то, что эта маска дает такой сразу эффект Как будто вы вышли, знаете, на морозец и засунули свое лицо в снег Ну, то есть, очень хорошо справляется с отеками Придает какой-то заряд бодрости И невероятно приятно на лице ее ощущать Как она охлаждает И вот прям как будто бы сразу снимает весь отек с лица В общем, мне это прям очень сильно понравилось С первого раза применения, и я, собственно, решила, что мне такая масочка нужна Вообще, эта маска обладает, насколько я помню, эффектом разглаживания Подтягивания и придания упругости коже Но, как бы, мне сложно пока что об этом судить Но эффект от маски, он, безусловно, есть Сразу после применения И, по крайней мере, мне он очень сильно нравится Короче, я в восторге Также в декабре у меня появился новый крем для тела Который я мгновенно полюбила Это крем от бренда Talgo Вот так он выглядит Я его заказала на свой страх и риск В онлайн-доставке То есть, я его не пробовала на ароматы Для меня это супер важно Я уже это постоянно везде говорила И я очень переживала, что будет какой-нибудь суперсильный резкий запах Потому что я уже пробовала у этого бренда линию SPA Коричневый такой крем в тюбике Я про него рассказывала в пустых баночках И он был очень классный По текстуре, как вот он ухаживал за кожей Все было классно Но аромат был суперсильный для меня И мне было некомфортно им пользоваться Хотя эффект от него был очень крутой И я рискнула попробовать еще раз дать бренду шанс Скажем так Потому что по текстуре было все классно, прекрасно И заказала этот крем И мне это очень сильно понравилось Потому что здесь очень ненавязчивый, спокойный, нежный, легкий аромат Пахнет чем-то морским, какой-то свежестью Но это не такой аромат, знаете, как освежитель воздуха в туалете Нет Это очень приятный, такой легкий, расслабляющий Опять же, ненавязчивый, повторюсь, аромат Мне очень сильно нравится Это невероятно насыщенная, такая богатая, жирненькая текстура у крема Вот так это все выглядит И после него кожа, ну прям, она супер напитанная И даже не требует, в принципе, никакого дополнительного ухода Там в виде масла, например Что касается масел Я все равно ими пользуюсь, естественно Потому что сейчас мне это очень актуально И мне моя подруга подарила новое масло Ну, новое для меня Это их постоянно вроде как линия От Элемис Вот так оно выглядит Это антицеллюлитное масло Я всю беременность, буквально у меня три недели назад Закончилось масло от Элемис такое красное С цветками камелии, по-моему Мне оно очень сильно понравилось Я, вот, мне хватило его почти на всю беременность И на самом деле, тьфу-тьфу-тьфу Конечно, я понимаю, что отчасти это, возможно, и там Мои особенности кожи и так далее Но у меня нет ни одной растяжки И я все-таки склонна верить Что такой хороший результат получился Благодаря еще тому, что я тщательно ухаживала Использовала жирные текстуры, да, масла И в том числе вот это масло от Элемис Я им пользовалась каждый день Ну, короче, я в восторге от этого масла Я поподробнее о нем расскажу в пустых баночках И, собственно, сейчас у меня вот появилось Вот это голубое-синее масло Которым я уже начала пользоваться Конечно, я понимаю, что здесь направленность масла Немножко другая То есть это все-таки больше на борьбу, да, с возможными проблемами кожи Там целлюлит и так далее Но и тем не менее масло, оно и в Африке Масло, я решила, что я уже со дня на день должна родить Поэтому как бы начну уже этим пользоваться И, о боже, ребят, это прекрасное масло Во-первых, потому что оно невероятно пахнет Мне оно понравилось по аромату именно В миллион раз больше, чем то красное То красное для меня, по сути, вообще ничем не пахло Я вообще не чувствовала почти никакого аромата цветов А здесь это тоже какой-то супер такой мятно-свежий аромат Обычно так как-то похоже пахнет в каких-то заграничных спа Вот, и в отелях, вот, когда ты приходишь в спа-зону Там вот примерно как-то так пахнет Очень успокаивающий, приятный аромат В общем, я в восторге По эффекту, конечно, вам расскажу тоже в пустых баночках Когда уже допользуюсь маслом Помогло оно мне справиться с какими-то проблемами на коже или нет Но обязательно буду им пользоваться И надеюсь, что оно того стоит, короче Так, и последняя штучка, про которую я тоже хочу рассказать Это вот такой крем от Clorance Это их линия Aroma Там, если я не ошибаюсь, 4 вида ароматов По-моему, либо 3, но неважно Я попробовала все, потестила в магазине Но в магазине суперсложно выбирать Потому что там пахнет просто всем подряд и одновременно Но вот так, на первый взгляд Мне вот этот аромат очень сильно понравился Пахнет чем-то цитрусовым, таким свежим Очень-очень летний аромат И, в общем, я решила, что хочу себе такое Но я пользуюсь по итогу только на ноги Потому что для верхней зоны тела Мне недостаточно увлажнения То есть это такой очень хороший увлажняющий крем Он прям хорошо увлажняет, но он не рич, да Не такой прям плотной текстуры, например, как вот этот Вот этот как баттер, например, да, как масло Это все-таки такой крем-лосьон Насыщенный Но все-таки основная функция, да, это увлажнение, не питание И я его использую на ноги Прекрасно мне помогает справиться с сухостью на ногах И отлично подойдет, я думаю, для любой девушки на летний период Если у вас жирная, если у вас комбинированная, если у вас сухая кожа На летний период прям вообще класс На зиму, конечно же, его недостаточно Ну, по крайней мере, для меня У того, у кого сухая кожа Но мне очень все равно он понравился Вот я его купила где-то в середине декабря И уже почти его использовала Он еще, кстати, обладает лифтинг-эффектом Ну, опять же, тут я не могу ничего прокомментировать Я пока не вижу этого лифтинга-эффекта на своей коже Но, в общем, вы поняли Я обязательно буду покупать еще у них Мне очень хочется попробовать вот голубой Если вы ищете какой-нибудь крем такой легкой текстурной Каждый день, чтобы не перегружал кожу Обратите внимание Мне прям он очень понравился Единственное, что сразу скажу У него аромат Он очень насыщенный Он прям сильный И кому-то это может не зайти Так как мне сам аромат нравится Мне приятно им пользоваться Но, как бы, обратите внимание Если вы будете заказывать, например, через интернет Имейте в виду, что все вот их Три или четыре крема, которые есть У них довольно-таки сильный, насыщенный аромат Вот такие дела Поделилась с вами небольшим бьюти-контентом Надеюсь, вам было интересно послушать И что-то вы себе взяли на заметку Ну, а я пошла завтракать Конечно же, где может быть еще кот? Пока я вам тут стояла, рассказывала Он все в надежде Смотрит на кран И думает, что сейчас я ему открою воду Он будет с ней играть Ну, Каспер Нет, конечно Ты же тут просто все Замызгаешь водой И себя в том числе Он прям залазит головой Он прям залазит, короче, головой Ну, хотя еще я его... Давайте покажу Как это происходит Он прям ушами залазит под воду И я вообще не понимаю Это же кот, Каспер Он не очень милый бить это Он cuid Вашенье Очень маленькая Он прям из тесто Видео Он массаж Да, всё В filme Субтитры сделал DimaTorzok 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 в поисках кубинчику конфетками прям пахнет ну по всему конфетки себе забираю вот это аромат прям имбирного печенья и ванили вот очень похоже на на бассейн боди воркс у них там очень много такого доброе утро друзья новый день я сегодня решила его начать это из бьюти процедур я уже про скрабировала лицо сейчас нанесла вот эту маску мне она нравится эта маска скраб который отшелушивает и немножко снимает омертвевший слой кожи но ее мне одно недостаточно поэтому после нее я буду делать вот такой пилинг легкий от кодоли он супер тоже легкий и вот вместе вместе эти маски работают для меня хорошо по одиночке мне недостаточно эффекта и все закреплю моей любимой масочкой от глэмгло увлажняющая я вообще обожаю маски глэмглоу это прям супер классные маски вот все которые у них пробовала наверно кроме хотя нет она тоже давала свой эффект но просто не такой явный как другие в общем все которые маски я у них пробовал мне очень сильно понравились и так мне привезли еду в общем все маски которые я у них пробовала мне очень сильно понравились и прям я с удовольствием буду продолжать им пользоваться раз мне привезли еду давайте сделаем unpacking молоко про которое я вам уже говорила с ванилькой комбуча с имбиром медом соком льна дальше очень захотелось мне арбузного лимонада также молоко обычное что тут у нас два йогурта с клубникой и этот голубой просто обычный натуральный так это гранола не на завтрак с клубничкой и что у нас осталось два батончика с самокат с бананом и вот такая шоколадка без сахара вот хочу попробовать потому что надо постепенно уже заканчивать этот праздник живота который я устроила на протяжении 9 месяцев вот и да короче короче вот так грустно ну а я пошла завтракать и читать книжку я вчера показала что за книги я купила я решила попробовать читать короче одновременно несколько книг утром одну вечером другую сегодня третью там и так далее не знаю что из этого получится это никогда обычно не делаю но сейчас мне хочется какого-то какой-то постоянной смены того что я читаю и короче решила попробовать вот так сейчас есть налью себе кофе вам расскажу про книгу которые я вчера начала читать что и сейчас буду продолжать читать ну и вообще что мне в планах читательских на ближайшее время знаете это так странно что либо планируем потому что ты не можешь ничего планировать потому что как бы в любой момент реально я могу поехать рожать и ощущение да что ты живешь моментом это очень круто на самом деле обычно мы как вот это сегодня это завтра надо то надо все а сейчас ты понимаешь что ты не можешь так себя вести и тебе надо просто максимум брать от каждой секунды который сейчас происходит вот потому что когда я поеду рожать все конечно изменится и это уже будет вообще другая история и планировать что-либо заранее ну как бы невозможно потому что даже не знаешь что тебя ждет кручо такие размышления так пора налить кофе так я уже позавтракала поделал всякие разные дела связанные с каналом поговорила поболтала с бабушкой и хочу рассказать про книги и вообще что я планирую на чтение ближайшее время я поняла что я больше не хочу строить планы именно на сезон потому что это слишком большой промежуток и очень часто меняется конечно настроение и как ты чувствуешь как будто бы груз ответственности что ты там себе что-то напланировал не прочитал и в общем это тяготит и я решила попробовать новую схему не знаю насколько это вообще сработает и подойдет мне но попробовать хочу тем более сейчас я думаю это будет удобно для меня в чем суть в том что я буду брать несколько книг одновременно читать не знаю насколько это будет продуктивно но как есть чтобы в первую очередь было разнообразие в чтении чтобы не уставать чтобы иметь возможность как-то миксовать до настроение ну вот например да я сейчас буду читать три книги одновременно утром там одну вечером другую на следующий день третью и в общем по настроению брать ту или иную книгу но вот в порядке трех наверное я буду останавливаться в параллели конечно вам рассказывать по ходу чтения тоже не знаю насколько это будет вам удобно и интересно допустим во влоге слушать сразу про три книги с одной стороны мне кажется это очень даже интересно потому что за один влог ты как бы можешь послушать про разные три истории но с другой стороны скорее всего это будет по времени гораздо дольше но в общем я не знаю будем ориентироваться по ходу действий и сейчас я читаю ну вы уже знаете что я читаю улицкую лестнице якого мне нравится это очень такое родное русское что-то до чувствуется между строк прям я читаю у меня какие-то флешбеки мое детство какие-то воспоминания и ты чувствуешь что это что-то более знакомое тебе по каким-то просто ощущениям мира да который происходит в книге но там начинается все довольно таки печально потому что мы сразу начинаем читать про смерть про то как умер человек про то как его собираются хранить ну вот все наши вот эти процедуры которые перед этим происходят что человека омывают в квартире он там лежит ну короче вот это вот все и мне очень напомнило этим книгу фарфор потому что в фарфоре тоже начинается все со сцены смерти да и мальчик наблюдает за тем как вот выносит из квартиры вот как это было раньше сейчас мне кажется так уже не делать хотя я не знаю и знать не хочу но мне нравится как это написано мне очень нравится слог вот и манера поискования так что буду с радостью читать дальше также я начала читать вчера графа монте-кристо и к моему большому удивлению мне так понравилось ну то есть так стало интересно я так буквально сразу влилась в историю там события они довольно таки быстро до меняются и динамика чувствуется с первых страниц и я вообще не ожидала я не планировала брать эту книгу читать сейчас когда ее вчера покупала но из-за того что я села в кофейне у меня не было с собой улицкой я решила ну что я буду просто так сидеть буду прочитать по чуть-чуть того что я взяла познакомлюсь заодно и вообще не планировала читать графа монте-кристо в ближайшем будущем потому что у меня были свои предубеждения насчет этого произведения но хотелось рано или поздно ознакомиться когда я вчера начала читать я так удивилась собственному интересу к этой истории поэтому буду с удовольствием также продолжать читать дальше я вчера читала весь вечер сегодня читала за завтраком и мне прям очень сильно нравится и буду обязательно продолжать то есть очень круто что даже в сравнении вот три книги которые сейчас буду читать они вообще максимально разные и это тоже классно что что у тебя есть как бы а свобода выбора что почитать сегодня вечером что почитать сегодня днем что почитать завтра утром по сюжету граф монте-кристо ну там все начинается с того что мы читаем про прекрасного эдмонда дантеса который работает моряком и которым хотят повысить до капитанов но у него есть скажем так недоброжелатели завистники которые пытаются вставить палки в колеса не допустить ни его повышения не его женитьбы на прекрасные мерседес девушки которые тоже очень многим нравится тем кому она нравится и кому она отказала тоже пытаются дантесу вставить палки в колеса помешать его счастью да и он такие знаете страсти начинают закручиваться что прям супер интересно интересно наблюдать что же будет с нашим дантесом и как он будет выходить из сложившейся ситуации и третья книга которая тоже планирую читать это балканская трилогия оливия мейнинг ну так она выглядит вот такая прекрасная огромная книга но надо сказать что здесь довольно нормальный шрифт не супер мелкий очень хорошо она раскрывается то есть читать реально удобно из-за того что это мягкая обложка мне прям это очень понравилось и я решила взять все в одном доме потому что там еще продавалась трилогия из трех книг но я решила что мне будет удобно читать все в одной я очень люблю эстетику больших книг они мне реально успокаивают я вчера писала в телеграме что я не знаю как это происходит и почему это происходит но когда я смотрю на такие большие книги они на меня прям успокаивающе действуют какой-то своей фундаментальностью они меня успокаивают вот я вчера начала тоже ее читать но прочитала не совсем много буквально 20 страничек пока мне сложно сказать ну какие-то свои прям четкие впечатления потому что ну пока ничего там такого сюжета тоже не происходит и по поводу стиля тоже он довольно таки необычный но возможно мне так показалось просто потому что я читала общественном месте и все равно это отвлекает и ну короче чуть позже вам расскажу как мне именно стиль автора да и так далее оливия меннинг не стесняется напоминать что война это еще и личная история людей что война состоит из банальных забот забот не меньше чем из новостей и взрывов такой книги который на фоне масштабных потрясений напомнила бы как жить свою собственную маленькую жизнь нам действительно не хватало то есть это что-то очень такое маленькая камерная и супер личная в рамках вот такого ужасного глобального страшного события короче мне это очень заинтересовало и давно я хотела приобрести себе эту трилогию но все как-то не смущало вот эти три книги не люблю мне хочется вот чтобы она была одна я ее начала читать и как бы закончила это тоже самое у меня сейчас происходит желание прочитать дом в котором но я в свое время думаю совершила ошибку и купила она в котором в трех частях в трех разных книгах и мне кажется что это было неправильно и мне надо было покупать одну большую и возможно я свои просто три продам или кому-то подарю а себе возьму большую одну и уже начну ее читать и точно закончу вот такие книжные у меня дела нововведения для меня я реально никогда в жизни по сути не читала но бывали моменты когда там читала две параллельных книг даже бывало три но даже был один раз пять но это все исключение на исправил нежели повседневность и рутина поэтому хочу попробовать теперь почитать так может быть это будет гораздо удобнее интереснее продуктивнее ну посмотрим я не знаю пишите в комментариях как вы читаете книги любите ли вы мешать любите ли вы читать только одну книгу от начала до конца в общем будет интересно давайте пообщаемся я пока пойду еще кое-что поделаю для канала здраво тути с вами можно пообщаться каспер тебе настолько хорошо всем привет новый день чисто просто алина которая не выдержала я себе пообещала что не буду покупать уже на последних месяцах ничего из одежды потому что это бессмысленно буду обходиться тем что есть но душа потребовала сияшек теперь у меня еще такая майка классная хожу поднимаю себе настроение блющу тебе нравится от меня много огоньков точнее зайчиков им очень нравится так сегодня у нас 12 января я пока не родила но у меня сегодня родилась сестра срок на пару дней раньше чем у меня и вот сегодня у нас свершилось прекрасное первое событие короче не уверена но мне кажется что у меня начались схватки как все сложно и непонятно вроде начала считать приложение и вроде как это оно время сейчас шесть двадцать четыре утра шестнадцатый января вторник первый почувствовал где-то пять тридцать что ли даже чуть чуть пораньше надо занять врачу полон я так холодно оба в смысле очередь нам вот сюда мы приехали в роддом но я до сих пор не понимаю рожаю я или нет на красненько на красненько все таки начало вот наша хорома на ближайшее время вот наша роженица переживающий схват сейчас ей принесут салатик положит на монитор ждет информации такое нет раскрытие три с половиной часа сейчас уже почти 9.30 не знаю 9.05 это ей почти 9.30 ну 9.30 будет 4 да 9.30 будет 4 да скоро увидимся да будущее вам скажи что ничто я говорю роди змея подойдите нам привет передай больше предложений у меня нет аргументировано ну что ж вот мы родили ну я булочка у нас такая сладкая мне мы еще находимся в роддом блоке мне тут принесли уже полакомиться вкусной едой да скажу я вам это был незабываемый опыт пока не понимаю что я стала мамой папа не понимает что он стал папой но мы счастливы все прошло успешно самое главное легко ну а то есть а а а а а а а а а У нас сегодня уже камера протыщена. У нас уже сегодня 18 января. Мы отошли, пришли в себя. Завтра нас уже будут выписывать домой. Ура, я так рада. Что я могу сказать? Что, конечно, это событие несравнимо вообще ни с чем. Что может, мне кажется, случиться в жизни. Это настолько просто что-то невероятное, и эмоции, которые ты испытываешь в этот момент, они тоже просто невероятные. Тебя разрывает от количества этих эмоций, от счастья, которое ты испытываешь. Твой мир просто вот в одну секунду резко просто меняется. Это, конечно, просто невероятно. Ну а если про роды, то у меня, слава богу, спасибо. Не знаю, ну точнее, это совокупность, я думаю, многих факторов, но они прошли очень быстро и достаточно легко. Конечно, в первую очередь я благодарна вообще врачам, своему акушеру-гинекологу, с которым я рожала, и ее команде, которая присутствовала на родах и помогала. Соответственно, они просто профессионалы своего дела на самом деле, и все отчасти из-за этого произошло быстро, качественно и легко. Конечно, как, я думаю, любая женщина, я очень сильно переживала, но это был не страх, а просто переживание перед родами, чтобы все прошло хорошо. У меня роды прошли довольно-таки быстро, то есть в 5.30 у меня начались схватки. Возможно, они начались еще гораздо раньше ночи, но я просто их не чувствовала. В 8.30 мы уже были в роддоме, в родовом блоке. До 11.00 я переживала схватки, и в 11.00 мне прокололи пузырь, потому что мои воды не отошли, и после 11.00, соответственно, после этого начались уже очень-очень сильные больничьи схватки, и после этого, получается, в 2.00 дня я уже родила. Да, восстановление идет полным ходом, все хорошо, абсолютно в норме, потихоньку будем сейчас восстанавливаться, да. Правило 3.L. Любить, лежать, лениться, потому что первые 3 месяца — это, как говорится, четвертый триместр донашивания и для ребенка, и для мамы. Вот, так что да, я привыкаю к новой роли. Это не описать словами, честное слово. Вот, не хватает просто мне то ли мозгов, то ли слов в русском языке, чтобы описать вообще эмоции от всего этого происходящего. Это просто чудо. Вот, соответственно, завтра мы уже будем дома, мои все меня ждут, готовы, кроватки уже поставлены, все готово к нашему приезду. Вот мне прекрасные подарили цветы, вы видели, я их снимала поближе. Шикарно тут меня кормят 6 раз в день. Но, кстати, могу сказать, что я уже в эту клинику приезжала во время беременности, там был нюанс, и оставалась на сутки, и меня тоже, естественно, кормили. И тогда питание было абсолютно другое, то есть оно было более калорийное 100%, оно было более углеводное, что ли, если можно так сказать. Сейчас же более такое, ну, не постное, да, но сдержанное, скажем так. То есть не обо что дают заботиться. Меня это очень радует, все очень вкусно. Читаю книжку. Так что я не знаю, расскажу вам или нет. Ну, наверное, нет. Скорее всего, этот влог будет просто такой супер-лайфстайл. Я уже там рассказывала про какие-то книги. Я, возможно, сделаю вставку про граф Монте-Кристо уже из дома чуть попозже, потому что я еще не прям супер-много прочитала. Скоро приедут мои к нам в гости. Вот, я пока попью комфотик. Вот и почитаю, наверное, посижу как раз. Вот такой вид из окна. Покажу вам быстренько палату. Вот такая комфортная, удобная, уютненькая палата, где есть все, что нужно. И здесь получается уже столик. Так, вот такая. Ванна просторная. Здесь душ. И, соответственно, уголок для вас, что вам может понадобиться. Вот это все. Вот это. Это все выдается. Все, что необходимо. Здесь уже мое. Но, опять же, повторюсь, если бы у меня всего этого не было, я бы абсолютно точно пережила. Еще бы было шикарно. Тут вот даже дали подарок. Вот такой набор от La Roche-Posay. Тут крем и увлажняющий, и отчаяющий гель уход. Слушайте, ну это вообще супер. Прям хорошая фирма аптечная. И то, что реально может понадобиться. Вот. Так что, да. Здесь также дают всякие и гели, и шампуни, и все такое. Вот. Ну и тоже мое. Вот так я выгляжу. В целом, неплохо. Конечно, еще вот это будет уходить несколько месяцев. Но это нормальный процесс. Так что я вообще не переживаю по этому поводу. У меня никогда не было надежд на то, что я такая рожу и выйду со своими формами, которые были до беременности. Конечно, это не так. Организм проделал такую работу просто невероятную. Я до сих пор не могу в это поверить. И как это произошло все, и на что просто способен женский организм, и мне это не укладывается в голове. То после такой интенсивной, насыщенной работы, естественно, ему нужно как минимум примерно столько же времени, чтобы просто прийти в себя элементарно. И если вы тоже после беременности и не дай бог как-то себя там ругаете или еще что-то, вообще успокойтесь, выключите мозг, ваш организм. Я уверена, что все сделает сам. Ему надо просто помочь, отстать от него и дать время, чтобы он полностью пришел в норму. А уже потом кто что гораст, тренировки, диеты, я не знаю, еще что-то. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Очень невероятно много эмоций я испытывала, как позитивных, так и негативных, ну не то, что негативных, да, а негативных в плане, что сложности, естественно, были, и я и плакала, было и такое, потому что, ну потому что это новый человек в вашей семье, и всем надо учиться жить вместе, привыкать, знакомиться. И порой это супер весело, необычно, интересно, но порой это, конечно, непонятно, сложно эмоционально, да, и ты всё время переживаешь за то, что ты сделал что-то, возможно, не так, или ты не понимаешь, что нужно сделать, потому что она не умеет говорить, единственное, что она может делать, это кричать, ну в смысле, если она что-то хочет плакать. Это нормальное проявление их просто общения с внешним миром, с мамой и со всеми остальными, чтобы вообще просто сказать, что их что-то не устраивает. Но поначалу, конечно, этот крик, он просто тебе разрывает душу, и в моменте ты ещё, так как не познакомился достаточно хорошо, ты просто тупо не понимаешь, что тебе делать вот сейчас, в эту секунду, чтобы просто успокоить её, чтобы она так, ну, не переживала, потому что этот крик, сейчас я уже как бы понимаю, что всё в порядке, они не испытывают там особо прям какого-то спектра эмоций, но это просто она мне даёт знать, что так, мам, подумай, что нужно, но первые дни ты, конечно, просто у тебя кровью, сердце обливается, ой, сердце кровью обливается, потому что она плачет, это тебя сбивает с толку, ты ещё больше начинаешь волноваться, это весело, но это суперинтересно, это просто невероятно, когда ты смотришь на неё каждый день, она меняется, и я безумно счастлива. Это просто всё по-новому, и мне кажется, что даже появление нового человека в семье может настолько всё изменить, ну, по крайней мере, ну, мне так кажется, да, в хорошем смысле, что это настолько большой открывается какой-то эмоциональный мир и вообще поле для размышлений, действий, коммуникации с другими членами семьи и так далее. Каждый человек в этой семье, он раскрывается по-новому, в новых условиях, все привыкают к друг другу, и, да, конечно, я очень благодарна своему мужу за его колоссальную помощь и поддержку своим родителям, родителям мужа. Мы все дружно первые недели были вместе и старались помогать друг другу кто как может, эмоционально, физически, конечно, супер облегчает вот эту адаптацию, да, новой жизни с ребёнком. И, если честно, я искренне прям, я даже не знаю, как это, вот, кто девчонки, да, одни, ростят детей. Будь здоровы. Это действительно очень сложно и даже опасно в какой-то момент, потому что мама после родов, она может по-разному себя вести, и депрессии всякие там, переживания никто не отменял. Вот, и когда ещё, конечно, у тебя ребёнка нет никакой абсолютной помощи, а если ещё что-то беспокоит ребёночка, ну, там, животик или ещё что-то, то, конечно, это просто очень-очень сложно. Вот такие дела, да. Кофе мы так и не налили, ну и бог с ним. Я заказала себе прекрасный завтрак в шоколаднице, так что дождёмся его. По поводу книги я прочитала, мне кажется, за эти три недели максимум страниц 10. Первые две недели я просто не могла настроиться, потому что все мои мысли были заняты какой-то мини-проблемой, которую надо срочно решить. Я имею в виду там, а вдруг она дышит как-то не так, а вдруг она спит как-то не так, а вдруг она смотрит как-то не так, что с этим делать. Я просто читала, обуглила весь гугл. Но, конечно, это так, чисто дополнительная информация. В любом случае, все какие-то вопросы я обсуждаю с врачом, и это, мне кажется, самое такое правильное решение, потому что, конечно, иногда, когда ты заходишь в гугл и задаёшь какой-то вопрос, там столько всего, и иногда столько всего ужасного, страшного и ненужного, что ты просто поднимаешь себе уровень стресса ещё больше, вместо того, чтобы получить какой-то чёткий обычный ответ. Да? Ты мне идук показываешь. Ты не понимаешь, с кем разговариваю? А вот, привыкай, сама с собой. Так вот, я прочитала максимум, мне кажется, страничек 10, но это ничего. Прочитала я всё это время граф Монте-Кристо, мне очень нравится, но пока реально я не понимаю её чёткого графика, чтобы спланировать свой график, и чтобы уделить время достаточно чтению. Понятное дело, что всё наладится, и всё вернётся на круги своя плюс-минус, и я найду и время на чтение, и на всё остальное. Но сейчас, конечно, в первую очередь, это все её нужды и мои базовые потребности, которые тоже нужно удовлетворять. Я имею в виду там сон, еда, потому что иногда, иногда я даже не могу поесть. Но это бывает крайне редко, но такое тоже бывает. Это вот в силу того, да, что действительно, как бы вот я раньше не думала, да, до беременности мне казалось, что, да, ну, я много себе представляла, как это будет. Я, естественно, не леяла никаких надежд о том, что у меня будет, как обычно, дофига времени на всё, про всё и на себя в том числе, понятное дело. Но я вообще не представляла, как это реально будет. И мне кажется, это невозможно представить, что бы кто там себе не выдумывал, не придумывал, сколько бы историй не посмотрел на ютюбе, у каждого человека будет по-своему. Так что надо просто сейчас до конца адаптироваться, привыкнуть, да. Теперь жестикулирую вместе с Сосой. Вот, привыкнуть, строить какой-то график. Но пока это, конечно, тоже проблематично до её месяца. Но мы стараемся. Вот, уже вырисовывается некий план того, как, возможно, это будет. Но, опять же, фиг его знает. Ночью мы спим по-разному. Так что сон — это вторая потребность, которую я стараюсь удовлетворять всегда, когда есть такая возможность. То есть даже если она уснула там на 10 минут, а такое тоже бывает, я стараюсь как бы тоже хотя бы вздремнуть, ну или хотя бы полежать рядом с ней, ничего не делая. Такие дела, друзья. Я надеюсь, вам был интересен этот влог. Это действительно самый важный влог в моей жизни. Знаешь почему? А потому что ты появилась. Это действительно самое важное видео в моей жизни. И да, моя жизнь теперь не будет прежде, но она будет ещё лучше, я в этом уверена. Так что спасибо всем огромное за просмотр. Оставайтесь со мной. Я вам желаю прекрасного настроения, замечательной погоды. Чтобы каждый день был для вас позитивным, приносил только добро. Чтобы люди вокруг тоже были хорошие. Я с вами прощаюсь. И обязательно, конечно же, мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока! Я не могу поднять руку, потому что у меня она кушает. В общем, да, друзья. Всем пока. До встречи в следующем ролике. Я его всё-таки сделала. Я его всё-таки сделала. Я его всё-таки сделала, и я тебя. Я его всё-таки сделала. Я его всего ничего не передал. Я его сделать.